Народ, всем привет! Сегодня хотел бы рассказать очень хорошую историю и плюс еще, как и в описании, способ, как сохранить рыбу летом. Способ очень хороший, способ дедовский. Этот способ мне рассказал отец. Таким способом учил его еще дед, его с братом. Было это, мне когда лет было 12, наверное. Отец пригласил, как раз говорит, поехали на лодке по рыбачим проводку. Я говорю, ну поехали. Суть проводки у нас места, с лодки когда садишься, выпускаешь кормушки, как сейчас ловят на яйца, такая же снасть, и плюс кольцо, ловля сазана и не только. У нас тоже самое, только это полдонки выпускаются, а если не полдонки, то это крючки. Не крючки, а, ну, выпускаются по течению, метров 20-30, просто на леске, на коротких снастях поплавки по течению. И желательно, когда глубина где-то 1,5-2 метра, у нас рыба так держится до 2 метров, чтобы лещ подходил, особенно если лечь прямо к лодке, чтобы садки не были в воде, как есть такое мнение, бытует в интернете, я не знаю, если нет, но у нас, что белая рыба умеет пищать. Пищать, это по стороне шум, рыба не подходит, боится, и у нас проводочники не все, конечно, но вот отец, допустим, считают, что если ловишь проводку возле кормушки, чтобы крупный рыба подходила, надо, чтобы не были соткивать лишнего шума постороннего. Ну, и мы, как бы, сложим ее в ведро. В ведре не сохранишь сильно. Утром солнце встало, жара, все, рыба пропала. Ну, и поехали мы в проводку, собрались с Настей, заготовили, приготовили прикормку. Прикормка не хитрая, это чисто хлеб, белый-черный, в перемешку вроде пшено мы добавляем, и все. Вот. Ну, и все, что мы взяли, это взяли с собой хорошее настроение, опарыш из этих вот, ну, чуть-чуть перекусить. Мы обычно в проводку мало справляемся, становимся ловим. Ну, и прикормку две кормушки, у каждого по одному утилищу, и поехали на рыбалку. Мы приехали, надо же как-то, ну, рыбу сохранить. В основном, когда я ездил с ночевками, на данный момент, я использовал двойное ведро, одно ведро меньше второго, и пена. Между этими ведрами было скреплено пеной. Крышка эта все закрывалась в ведро, которое там, допустим, десять литров помещалось. Бутылка заброшенной воды. Таким образом, рыба в районе суток могла храниться без проблем. Еще был вот такой вариант, если это ведро еще скопать землю, там реально. Земля холодная, это в тени. Рыба хорошо хранилась вообще. Еще у меня есть ящик. Ящик внутри пенопластом обшит, а сверху покрыт фольгой. Фольга тоже прошита чем-то, это необычная фольга, как вот от машины на стекла выложится. Это вот такие два варианта, которых я использовал для сохранения рыбы та, которая сдохла, которая все-таки уже не будет жить. Ну, для верняка еще можно использовать просто способ закапывать землю в пакете, что им плотно потрошить и просто соль. Земля имеет хорошую, как сказать хорошую, как в холодильнике земля. Даже в сильную жару, если в тени закопать, углубиться хотя бы на 20-30 сантиметров, лучше на, конечно, 40, там будет плюс 5, как в холодильнике. Вот, но эти способы не касаются того способа, который я хотел рассказать. Приехали мы на рыбалку с утра, распаковали лодку. Отец пока там ставил весла, мотор вешал. Говорит, ну все, говорит, иди, у нас такие гати насыпные, которые по метров 10-15 в речку врезаются. Короче, от берега они идут к берегу, не пересекая речку, а метров 10-15. Вот, и там все в траве. Говорит, иди, возьми ведро, взял ведро, у нас где-то на литров, может 10, такая-такая вытянутая. Говорит, иди нарвить крапиву. Ну вот, ну, я думаю, ну ладно, пойду нарву. Вышел я на гате, так, рукава тянул, я помню, я малой был еще лет, может 12, вообще-то, может 14. Нарвал крапивы, удивился, непонятно, даже слегка расстроился, что, мол, даже если мы что-то поймаем, я не знал, что это такая заснасть. В проводку сбереговорилась, вот я нет. Нарвал крапиву и думаю, блин, почему эта крапива поможет, если мы не будем... Рыба пропадет, по-любому что-то поймаем, потому что в реке рыба есть, рыба ловить умеем, но она пропадет. Вот, нарвал крапивы и ведерко. Чисто не то, что там с корнями, а можно сказать, то есть такие куски листья, там в основном листва. Может там кто-то поверит, может кто-то не поверит, может там в интернете посчитается, я не знаю. Листва, якобы крапивы, выделяет сок, содержащий фермент, который останавливает разложение. Вот. Типа что-то такого, это если по-быстрому. Ну, я тогда этого не знал, я нарвал листвы. Был клёв, мы поймали там что-то пять килограмм или сколько. Потом, конечно, уловы были три, три с половиной, два, ну там что-то около пяти. Крупного там один лещ только был, он, да, вроде один лещ и всё. А так, в основном, такая плотка 100-150 грамм и подлечёвина этой густерады 400 грамм. Вот. Ловим эту рыбу, ложим. Белая рыба, она живучести вообще не обладает, она сразу тухнет там пять минут. Да какой пять? Там три минуты, и она всё сдохла. А ещё через три минуты она ровная, как доска, её не согнуть. Даже не карать, что там... Короче, ловим мы. В четыре мы, наверное, на воду или во сколько там спустились. Да, наверное, рассвет был утром в три с чем-то. В четыре мы на воде начали ловить. Всем уже солнце попало на лодку. И в одиннадцать мы уже, наверное, одиннадцать домой поехали. Вот пять, шесть, семь, восемь, девять, если так десять. В одиннадцать пускай половили мы где-то семь часов. Из них часа четыре, три... Не, часа четыре на солнце. Приехали мы домой. Рыба не имела запаха тухлого вообще никакого. Жабры были насыщенно красные, не были бледные. Что очень странно было. И не было такого, что когда чистишь там, хребет вылазил или ребра вылазили. Этот способ шикарен. Просто не знаю, сейчас его кто знает, не знает. Хотелось бы сделать обзор, отчет. Но в этом году, наверное, я в связи с сезоном ягодов и грибов, и то, что дальше ребенок не поеду. Просто так уже хотел сделать видео, там, показать, как на рыбалку собираюсь, про водку. Но уже, наверное, не получится. Поделюсь так вот способом. Этот способ не подойдет для таких рыбалок, которые... У нас есть карты, там, допустим, они километров 250 в одну сторону и 250 в обратную. Когда сильная жара, очень хорошо карась клюет. Можно поймать как и 15, так и 30 килограмм. Но оттуда довезти 250 именно в жару хорошо клюет. Довезти его это нереально. На трассе плюс 35. Рыба очень быстро, даже когда такой карась разлагается, рыба потом выбрасывается. Поэтому там чистят, солят и везут домой уже. Что можно сказать про эту ситуацию? Если в машину положите не в багажник, в багажнике прохладнее, а в салон или в багажник, неважно, с крапивой, то крапива не поможет. Этот способ должен быть с... Получается, в ядро положили, нарвали крапивы. Рыба должна там прыгать, якобы крапивный сок выделяется. И способствует, ну, сохранению рыбы. Это должна быть крышкой не зажата сильно, чуть-чуть прикрыта. Вот. Только тогда, может быть, получится. Ну, у меня получилось. Не то, что это один раз, мы постоянно. Мы на рыбалку, если как-то объяснить, то бывает такое... Года бывали, что я за там 6 месяцев там рыбалок, в которой была жидкая вода, не лед. Я мог раз в 90 съездить на рыбалку. Вот. И я живу за речки, когда годков так 5-6 назад, я мог на рыбалку сходить утром, в обед еще и вечером. Настолько это... У меня река, сразу я выхожу. Вот сейчас я живу в реке. И раньше я вот сажил. Тоже река. И в частном доме. Вот мы жили в частном доме. Он сейчас остался там спуститься метров 100 к реке. А когда переехали в квартиру жить, это та же самая линия, только это вообще сразу новый мост. И опять-таки тех же самых там, может даже меньше. Тоже вода. А сейчас вообще вот я живу прямо у заречки. Приблизительно те же самые условия. Как бы способ шикарен. Я рассказал не только вот этот про крапиву еще, про то, что я вот взял ящик с фольги и пенопласта, плюс еще с пеной, плюс еще можно просто соль потрошить, вымывать тщательно рыбу и прикапывать ее в песок. Прикапывать ее не обязательно, просто выкопать яму, положить туда рыбу и накрыть дерном. Не давить, а просто накрыть. Тоже хороший холодильник получается, где-то минус пять. Еще вот одна история в голову пришла. Про как мы съездили с отцом Васиповича. Есть у нас такое водохранилище, довольно-таки нечистое. Но там очень большое, но и много рыбы. И мы ездили туда, мы ловили карася. Там постоянно карпик карась клюет. И привезли домой. Ездили мы с ночевкой. Женского пола дома не было. Все там учились. Очистить рыбу некому было. Решили, что мы ночью не спали, ночь ловили. Мы ловили вечер, ночь и еще утро. До одиннадцати приехали домой может часа два или час. Решили забросить рыбу, потому что пока все пойдут, чтобы она не пропала. Но где-то, грубо говоря, если мелочь мы выкинули на таранку засолить, то карася мы заморозили, может, четыре-пять килограмм. Поспали мы хорошо. Там проснулись под вечерок. Достали этого же самого карася. Он уже был как лед. Тоже вот такая история. Можно верить, можно нет. Был этот карась брошен. Караси где-то были грамм 150, может 200 до 300. Средние такие. Положили мы в тазик с водой, пока кушали. Караси растаяли. И был прикол в том, что довольно-таки долго они же промерзли. Что из всего этой массы, которая замерзшая была и потом отошла, карася три или четыре ожили и плавали. Насколько карась живучий оказался. Как бы вообще это нереально. Я даже не понял. Может они в центре как-то, может они не промерзли, может еще что-то. Я не знаю. Но вот то, что вот эта история была. Может какой-то у них там сохранился ген или еще что-то. Может каких-то частей они там насобирали, которые помогли им отойти. Но и так ясно, что карася большая. Я живучий, но чтобы он замерзся, потом отмерзся и опять плавал. Может у кого-то такие тоже уже были истории. Было бы интересно тоже послушать. Я еще хочу также рассказать те, кто смотрели видео. Просили рассказать про комбайн. Я там рассказывал. Если все-таки кто-то будет смотреть. И я не знаю, может кому-то будет интересно или нет. Пробовал я комбайн собирать. Съездил я уже 6 раз в Черникову. Черники много. Еще поеду много раз. Еще завтра поеду, послезавтра точно. Что можно сказать про этот комбайн. Комбайн хороший. Берет ягоду быстро. В основном только крупную. Единственный минус, что у нас черники растет по деревьями. И там много коры от сосны. Потом вот иголочек этих паутины. И он это все собирает. Листья он не обрывает. Он собирает тот мусор, который падает из деревьев из кустов. В принципе, я еще отдельно сниму про него видео. Руками собирать ягоду немного чище. Но комбайном немного быстрее. Если, допустим, 10 литров я руками собираю за 6 часов. То комбайном можно 12 литров собрать за 3 часа. 3-3,5 часа. Вот так вот. В 2 раза быстрее. Но опять-таки там мусор будет. И ту, и ту ягоду перебирать надо. Потому что сыпется. То не то в Финляндии. Что на кочках растет. Мусора поменьше. Но. Вот. Что надо сказать, ребята. Буду очень рад, если этот способ кому-то пригодится. Я его рассказал, как его применять. Только на чистом воздухе. И для никаких там вакуумных запечаток. Не надо скрывать ядро. Не надо натрамбовывать полностью ведро крапивой. Крапивой должно быть максимум половина ведра. Чтобы рыба спокойно прыгала. В этой крапиве. Если кому-то этот способ. А. И крышку закрывать неплотно. И желательно ведро ставить в тень лодки. Чтобы солнце прямое лучше не попадали. Как никак. Это же не холодильник. Если у кого-то не получится. Сильно на этот метод не рассчитывайте. Потому что вы можете послушать меня. И у вас пропадет большое количество рыбы. У меня получилось. И мы еще ездили много-много-много раз. И этот способ. Ни одной рыбины выброшено. В этом способе не было. Вся рыба была сохранена. Конечно же. Если вы будете ложить туда лещей. Больших. В ведро. Это значит. Не то, что вы наложите 10 кг рыбы. Рыба примет крапиву. И. Никакого толку с этим не будет. Крапива должна лежать пышно. Рыба должна прыгать в крапиве. Крапива должна обделять фермент. Который будет помогать сохранять рыбу. Поэтому. Больших лещей мы ложили отдельно. Мы ломали. У нас был дождевик такой. Мы ломали в дожди крапиву. И леща ложили в плащ. Накидку. Специальную. Старую. Там я. Лещ. Ясь. Что-то крупное. Он трепихался там. В носу. Там. У нас. Лежало. Уже в ведре. Буду очень рад. Если вам этот способ помог. Если не помог. Блин. Я не знаю. Мне помогал. Всем ребята. Спасибо. Большое. За просмотры. Очень рад. Что вы смотрите мои видосики. Я вас тоже смотрю. Как бы. Ну. Кто не подписан на канал. Кто. Кто не подписан. Подписывайтесь. Кому. Важна тема рыбалки. Смотрите видосики. Будем общаться. Я буду вас тоже смотреть. В принципе. Все. Нечего тут уже больше размазывать. Вот такой вот короче лайфак. По сохранению рыбы. В супер жарких условиях. Главное. Применяйте все. В головой. Все ребята. Всем счастливо. С вами был Роман Ильич. Всем счастливенько. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok